Да, это страшно умирать. Когда так надо возвратиться. В декабре 1979 года советские войска вошли в Афганистан. По замыслу руководства страны это должно было предотвратить угрозы иностранного военного вмешательства. Первыми двигались саперы, расчищая путь советским воинам. Ими командовал Владимир Тимошинов. Когда туда вошли, то инженерных войск было очень мало. И потом в конце таких концов образовали 45-й инженерно-саперный полк. А задачи выполняли очень-очень ответственные, большие. Проводили колонны. Наши шаперы рисковали жизнью так, что может даже некоторым так не удавалось. Потому что у нас были такие приборы, которые работают, когда на тебе нет ничего металлического. То бишь без автомата, без бронежилета, без ничего. Солдатик шел с минуискателем и проверял. За годы, проведенные в Афгане, саперы проверили более 100 тысяч километров дорог, проводили колонны на боевые действия, выводили на позиции войска, оборудовали сторожевые заставы, а когда уходили, минировали поля. Сегодня исполняется 35 лет со дня вывода советских войск из Афганистана. 15 февраля – День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. Цветы к мемориалу самарцам, погибшим в необъявленных войнах, возложила глава Самары Елена Лапушкина, представители ветеранских и общественных организаций «Юнормейцы». В этот день хочется вспомнить тех, которые отдали свою жизнь в Афганистане. Люди выполняли приказ Родины, и мы всегда их поддерживаем, берем с них пример. Всего в Афганистане воевало около 620 тысяч советских воинов, погибли чуть менее 15 тысяч человек. Виктория Шары, Константин Головин. События.